И об угрозе ракетных ударов, потерях российской армии в небе и поддержке союзников поговорим со спикером командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в нашем эфире. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Юрий, хочется в первую очередь поздравить с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Юрий, хочется сказать спасибо всем этим умным, смелым и точным людям за службу и защиту нашего украинского неба от ракет террористического государства. Спасибо. Спасибо. Да, ну не зря я эту картинку поставил сегодня, чтобы все понимали, что сегодня у этих людей это один из столбов Воздушных сил, сектор. Это есть авиация, зенитно-ракетные войска и радиотехнические, которые следят за воздушной обстановкой как в воздушном пространстве Украины, так и далеко за ее пределами. Поэтому от этих людей очень многое зависит сегодня. Это та информация, которую они предоставляют боевым подразделениям, которые уничтожают и крылатые ракеты в том числе. Юрий, ну давайте тогда положительная, возможно, новость для всех нас к этому дню. Ну, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на котором я заявил, он сейчас находится и представляет нашу страну на саммите НАТО в Бухаресте, заявил, что Испания и предоставит Украине системы ПВО и генераторы. Вот что вы можете сказать о таком положительном, наверное, сообщении все-таки для Украины? Ну, я не видел еще, о каких именно системах идет речь, но Испания уже не первый раз передает и ПВО в Украине. То есть там речь шла о системах АСПИД, так, для противовоздушной обороны сухопутных войск прежде всего. Неоднократно тоже подчеркивали, что ПВО сухопутных войск на нынешнем этапе тоже играет важнейшую роль, потому что именно они находятся на переднем крае, то есть встречают врага и крылатые ракеты, а особенно дроны, дроны-камикадзе и ударные баражирующие боеприпасы, которые очень сильно тревожат и передний край, и глубину нашей обороны, так как могут долетать далеко. Видимо, что шахеды уже не применяются несколько недель, а вот российские БПЛА, их производство все же есть. Поэтому ПВО сухопутные войск не меньше важную роль играет, чем ПВО воздушных сил. Поэтому в этом направлении тоже нужно работать. И предоставляется система противовоздушной обороны не только Испании, но и другими странами. И Соединенные Штаты предоставляли, ну, к сожалению, не в больших количествах. Ожидаем все же, что будет максимально в этом направлении усилено внимание. Видим, что мир обеспокоен на сегодняшний день обстрелами нашей критической инфраструктуры. Поэтому хотелось бы и Патриот, и сам ПТИ, которые были заявлены недавно, которые очень эффективные комплексы для нас оказались бы. Юрий, я хотел уточнить, вы обмолвили, что шахеды уже не применяются. С чем, ну, это хорошо, но с чем это может быть связано? Они закончились? Или там поняли, что наши силы противовоздушной обороны научились с ними справляться? Это действительно так, вы об этом неоднократно говорили в эфире. Или, может быть, Иран решил все-таки прекратить поставки, когда для всего мира стало понятно происхождение этих беспилотников? Ну, вы вот почти ответили уже сами на этот вопрос. Потому что, действительно, они у них, та партия, которую они получили уже на исходе, закончилась. И речь идет там о 1700, с чем-то заказ был России. Об этом уже заявляла главная правильная разведка. То есть, более 400 использовано по территории нашего государства. Около 340 было уничтожено нашим ПВО. Поэтому, ну, да, эффект они определенно имели. Довольно-таки, особенно в первые дни, когда еще не было понимания, как эффективно им противостоять. С первых недель, да. Там было больше попаданий, к сожалению, были прилеты. Но потом уже видели и стопроцентные результаты отработки по этим целям. Дальше, да, действительно, непростой ситуацией сегодня находится Иран. В геополитическом векторе так. Видим, что и Израиль уже определенные заявления сделал, что будет помогать, очевидно, Украине. Ну, помогать в том плане, что снимет вето свое на поставки технологий израильских. Да, в частности, для борьбы против дронов. Ну, и вооружение. Израиль является лидером на рынке вооружений. Поэтому сигналы были четкие даны. Ну, пока видим такую вот паузу в этом отношении. Юрий, давайте теперь поговорим с вами еще о ракетной угрозе, которая по-прежнему, по сути, существует. На данный момент мы видим, что воздушная тревога объявлена в Донецкой и Луганской областей. В Луганске стандартно уже с апреля месяца, насколько мне помнится, она объявлена. Но хочется спросить у вас о событиях, которые были вчера. Вчера за день неоднократно объявляли по всей территории Украины воздушную тревогу. Но ракетного удара, к счастью, никакого не было. Можете объяснить, какие процессы происходили вчера в небе рядом с Украиной? Ну, начнем с того, что воздушная тревога объявляется, когда есть угроза любого ракетного удара. Характер, какие угрозы бывают. То есть с моря могут быть ракеты Калибр, вот как сейчас на кадрах запускаться с кораблей Черномовского флота. Далее есть стратегическая авиация, которая работает с аэродрома Энгельс, которая запускает ракеты с Каспии, с Волгодонской или с другого направления. То есть ракетный удар крылатыми ракетами. Также есть Ту-22М3, которые могут работать, в частности, они работают в Курской области. Ракеты Х-22 у них на вооружении. Может быть ракетная тревога, когда в воздушное пространство взлетают истребители МиГ-31К, которые несут такие ракеты, как кинжал скоростные. Ну, также воздушная тревога может объявляться, когда есть угроза нанесения ракетного удара оперативно-тактическими комплексами, такие как Искандер, в частности, с севера от Украины и с востока. Вот вчера именно была такая ситуация, что была ракетная безопасность нанесения ракетного удара. Но ракетных ударов не было, так как это бывает и при выходе на боевой курс самолета стратегической авиации. Они тоже могут не всегда запускать ракеты, а то исправдить кое-какие имитированные удары. Вот позавчера были полеты стратегической авиации, вчера была угроза ракетного удара наземными комплексами. Но какую цель преследует противник, поднимая самолеты в воздух и при этом не предпринимая попытки обстрела? Или те же корабли, ракетоносители, которые выходят в море, якобы готовятся к пуску ракет, но потом этого не случается? Это чтобы держать наши силы обороны всегда в тонусе, так сказать? Ну, во-первых, да. Держать в тонусе, посмотреть реакцию, играть на нервах. И не исключено, что тренировки, тренировка из имитации удара, это тоже как бы отрабатывается, потому что любая, скажем, авиация, она требует от экипажей, от летных экипажей тренировок. Они проводятся ежедневно, экипажи должны летать, потому что если будут утрачены навыки пилотирования, то летчик не может быть допущен к выполнению тех или иных задач. Поэтому тренировочные полеты проводятся постоянно и с противником в том числе. Юрий, хочется с вами еще обсудить заявления, которые были и появились в прессе. Буквально пару недель назад военный портал Украины писал о том, что Россия использует сейчас пуск крылатых ракет, которые не вооруженные, предназначенные для перевозки ядерных боеголовок. То есть о запуске неких пустышек. Это же подтвердил накануне в эфире американского телеканала Sky высокопоставленный военный представитель США. Он сказал, что Россия сейчас запускает вот эти невооруженные крылатые ракеты. Что вы можете сказать о такой информации, которая есть в сети? Неоднократно было замечено, что они используют ракеты Х-55. А что такое ракета Х-55? Это старая советская ракета, которая оснащена ядерным боезарядом. Которая несет более 250 килограмм, если я не ошибаюсь, именно ядерного заряда. Эта ракета была, на ее основе была создана ракета Х-555, которая с обычным боеприпасом, обычным зарядом. Ну, уже увеличена ее боевая часть до 400 килограмм. Поэтому эти ракеты Х-555 и Х-101 противник постоянно использует для ударов по энергетической инфраструктуре, по критических объектах. Имеем информацию от Министерства обороны, сколько именно ракет осталось у России. Тут можно провести небольшой анализ, проанализировать те данные статистические, которые мы даем на нашей странице. Сколько было выпущено ракет, сколько сбито. И иметь кое-какое понимание, с какой интенсивностью Россия может наносить ракетные удары. И противник пришел к такому выводу, что можно эти ракеты применять тоже, вынимая оттуда ядерный боезаряд, ставить некие имитаторы, как их называют. Либо это пустышка, либо там может быть начинено какой-то взрывчаткой. И эта ракета, она не будет уже такой точной, как Х-555, Х-101, запускать по территории Украины. Ну, ввиду того, чтобы мы, все-таки наша противовоздушная оборона, чтобы все-таки истощалась, чтобы мы тратили на них ракеты, ну и как ложные цели непосредственно. Поэтому вот такая вот цель врага может быть. Но я хочу все же напомнить, что ракета Х-101 в своем варианте, Х-102, тоже ядерная. И калибры, и искандары могут нести тактический ядерный заряд. То есть какая-то ракета может быть начинена взрывчаткой. Тут она используется, потому что они у них есть, им нужно с ними что-то делать и использовать. Они решили их вот таким вот образом. Да, но стоит дополнить, что за 9 месяцев полномасштабной войны Российской Федерации против Украины радиотехнические войска воздушных сил обнаружили и сопроводили уже 200, более 240 тысяч в разоштых воздушных целей. И около 80% этих целей уничтожается украинскими огневыми средствами. Об этом заявил сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Юрий, что можете сказать и добавить о потерях российской армии на фронте за эту неделю? Ну, на фронте ежедневно уничтожаются кое-какие БПЛ-атак. Обнаружить тип там установить не всегда определяется возможным, да, потому что интенсивность ведения огня серьезная. Это ПВО сухопутных войск тех же самых отрабатывает на Востоке, где идут интенсивные боевые действия. Ну, также и воздушные силы тоже применяют по БПЛ оперативно-тактического уровня. Они тоже несут опасность, они проводят разведку в режиме реального времени, поэтому несут определенную угрозу, отдавая информацию либо артиллерии, либо другим войскам, тем же ракетам С-300, которые запускают подразделениям С-300, которые бьют постоянно по профильной территории. Имеем за вчерашний день, так, сбиты у нас, позавчера вернее сбиты, вчера мы опубликовали два самолета, это штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24 на Лиманском и Бахматском направлениях. Давненько уже не радовали такими новостями, но это определяется чем? Интенсивностью работы вражеской авиации. Вражеская авиация активизировалась с понедельника на этих направлениях и сразу они понесли потери. Вот приблизительно вот такие результаты текущей недели работы против воздушной обороны. Отличные новости, Юрий. Давайте на этом и закончим. Еще раз хотим вас поздравить всех с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных сил, Вооруженных сил Украины. Напомню нашим зрителям, Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Украины, был с нами в эфире «Фридема». Спасибо, до свидания.